Анти-Майдан, ты тоже. Но вступление в войну с Украиной не сработали. Следующей попыткой Киева стал сбитый украинскими военными гражданский самолет. Ответственность за эту ужасную трагедию, не дожидаясь результата в расследовании, возложили на Россию, поддерживающую ополченцев. Такое преступление понадобилось киевскому режиму для того, чтобы сделать конфликт интернациональным, показав всему миру, что ополченцы — это международные террористы. Разоблачение сфабрикованной СБУ-фальшивки с их переговорами, а также приведенные российским генштабом неопровержимые факты, доказали причастность украинской армии к авиакатастрофе. Это провокационное убийство было осуществлено Киевом под руководством американских спецслужб с целью втягивания стран НАТО в войну против России. Но зачем американцам эта война? Затем, чтобы поправить свои экономические проблемы, ровно так же, как они делали это в Первой и Второй мировых войнах. Обвинение России в агрессии позволяет ввести финансовые санкции, замораживающие активы российских структур, что позволит списать сотни миллиардов долларов и облегчить запредельное долговое бремя США. Нарушенные экономические отношения с Россией ухудшат состояние европейской экономики, ослабят ее положение в конкурентной борьбе с Америкой. А дестабилизация банковской системы будет стимулировать отток капитала в США для поддержания долларовой пирамиды. Втягивание европейских стран в войну с Россией усилит их политическую зависимость от Америки, что облегчит американцам навязывание ЕС, выгодных для Соединенных Штатов, решений. Благодаря войне американский военно-промышленный комплекс получит много заказов. Экономика США будет процветать, а тем временем ослабленную от войны Россию будет легче взять под контроль, как это уже было в лихие девяностые. Таким образом, уничтожив основных конкурентов на мировой арене, у Америки будет стратегическое преимущество в борьбе за глобальное лидерство с Китаем. В отличие от стран ЕС и России, которые получат разваленную экономику и горы трупов, сами американцы будут в чистом выигрыше. Ведь война на чужой территории – это то, что спасало экономику Соединенных Штатов не один раз. Можно уверенно сказать, что на Украине не прекратится геноцид русского населения, а провокации будут все более ужасающими. Рано или поздно Россия введет войска на территорию Украины. Но чтобы избежать миллионы жертв среди россиян, украинцев и европейцев, лидеры Евросоюза просто обязаны отвернуться от своих заокеанских хозяев. И признать, Россия защищает не только свои национальные интересы. Россия стремится не допустить развязывания Третьей мировой войны. В противном случае выжившие в Третьей мировой увидят новое американское экономическое чудо.